Дорогие друзья, приветствую вас. Меня зовут Пахомова Инна Григорьевна. Я врач-гастроэнтеролог-гипотолог, терапевт, врач со стажем более 23 лет. Также я являюсь кандидатом медицинских наук, работаю доцентом на кафедре факультетской терапии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и преподаю гастроэнтерологию студентам и врачам после дипломного образования. И сегодня мы с вами поговорим на очень важную и насущную тему – это дискинезия желчевыводящих путей. Поскольку на сегодняшний день вопросов по этому заболеванию остается достаточно много. Но для начала давайте с вами определимся, а что же такое дискинезия желчевыводящих путей и какое есть определение этого страдания. На сегодняшний день к дискинезии желчевыводящих путей относят заболевания функциональной природы, которые появляются на фоне нарушения моторной функции желчевыводящих путей и висцеральной гиперчувствительности. Что это значит? Это значит, что на обычную работу желчевыводящих путей у человека возникают какие-то неприятные ощущения. Я бы сказала даже не просто неприятные, а именно в виде боли в правом подреберье. Чаще всего дискинезией желчевыводящих путей страдают молодые, трудоспособные люди. До 32% частота встречаемости данного страдания. Это очень большая цифра, особенно когда мы говорим о трудоспособном населении. Ну и женщины в этой категории оказываются в плане рисков значительно чаще, потому что у женщин на моторику желчевыводящих путей также влияет еще и гормональный фон. В первую очередь это эстрогены. Если мы с вами вспомним, а как раньше говорили о дискинезии желчевыводящих путей, и как ее разделяли, потому что на современном этапе, вот на сегодняшний день, к дискинезии желчевыводящих путей относят именно дискинезию желчного пузыря и дискинезию сфинктераодзи. А ранее, если кому-то диагноз поставлен достаточно давно, говорили о чем? О том, что у нас есть дискинезия желчевыводящих путей, например, по гипокинетическому типу, по гиперкинетическому типу, или гипотонус желчного пузыря, гипертонус желчного пузыря. На сегодняшний день мы такого разделения уже не проводим. Есть два конкретных заболевания, которые входят в эту группу. Дискинезия желчного пузыря и дискинезия сфинктераодзи. Поэтому, конечно, безусловно, вот такой диагноз, казалось бы, достаточно простой, функциональное расстройство. Но на самом деле этот диагноз непростой. И нередко данный диагноз устанавливается в принципе необоснованно. И несмотря на то, что это заболевание функциональной природы, тем не менее механизмы, которые приводят к его развитию, они не так просты. И здесь очень важно понимать, что да, возникает такая дискоординация, дисмоторика перистальтики, то есть сократительной активности желчного пузыря, желчевыводящих путей. Нередко возникают на этом фоне спазмы, которые и провоцируют в дальнейшем боль. Вот как раз повышенная чувствительность, то есть такое повышенное восприятие на, казалось бы, обычную работу этих желчевыводящих путей. Ну и если так случилось, что у вас удален желчный пузырь, но, предположим, вы страдали желчнокаменной болезнью, то в дальнейшем чаще всего действительно будет развиваться та самая дискинезия, но именно дискинезия сфинктера ОДИ. То есть есть вариант первичных функциональных расстройств и есть вариант вторичных функциональных расстройств желчевыводящих путей, когда дискинезия развивается на фоне какого-то заболевания. То есть у вас желчнокаменная болезнь, допустим, есть панкреатиты, доодениты и так далее. Но чаще всего мы, наверное, имеем дело именно дискинезии желчного пузыря, когда пузырь не удален, но есть нарушение работы, и когда удален, чаще всего это дискинезия сфинктера ОДИ. Но, дорогие друзья, если, например, у вас в правом подреберье появилась боль или дискомфорт, или какая-то тупая боль, боль непонятная, может быть, не всегда связана с приемом пищи, вы приходите к врачу, вам делают УЗИ, видят загиб желчного пузыря и говорят, так у вас дискинезия желчевыводящих путей. На самом деле это далеко не так. И с таким диагнозом не так просто разобраться. Почему? Потому что большая часть диагнозов, наверное, устанавливается вот по тем старым принципам и взглядам, которые были ранее. На сегодняшний день признаком билиарной боли, а именно билиарная боль должна присутствовать для того, чтобы поставить дискинезию, в частности, желчного пузыря, например, значит, боль локализуется в правом подреберье, может локализоваться в эпигастральной области, то есть в области желудка, может быть даже и радиация у кого-то в спину, в грудные позвонки, в правую подлопаточную область. Боль длительная, 30 и более минут, и она может достаточно быстро нарастать. Может возникать не каждый день, но при этом, да, действительно рецидивировать с разными интервалами. Может возникать и в ночное время. Вот это, пожалуй, единственный вид боли при дискинезиях желчеводящих путей, то есть билиарный тип боли, который возникает в ночные часы при функциональных расстройствах. Функциональные расстройства – это те расстройства, когда мы не находим какой-то значимой органической патологии. Что еще очень важно? Важно определиться, связана ли эта боль с актом дефекации. Вот билиарная боль с ним никак не связана. Она не связана ни со вздутием живота, ни с актом дефекации, ни с изменением частоты и консистенции стула. Эта боль не отвечает на пробную терапию антоцидными препаратами, препаратами, которые подавляют выработку соляной кислоты и так далее. То есть, по сути, получается, что эта боль исключительно билиарного характера. Ну и, кстати, положение тела также эту боль никак не меняет. И что еще очень важно? Важно, что билиарная боль не всегда ассоциирована с приемами пищи. То есть, не обязательно должны быть погрешности в диете, как, например, при дискинезии желчеводящих путей на фоне желчнокаменной болезни. Приступы могут возникать и без видимых причин, и нередко на фоне стрессовых ситуаций. Поэтому, конечно, это тоже все нужно учитывать, нужно к себе прислушиваться, и при необходимости вы все эти жалобы врачу и расскажете. И очень важно, если мы говорим о такой типичной, первичной, функциональной именно дискинезии желчеводящих путей, то, конечно же, никаких органических заболеваний, в принципе, быть не должно. Я еще скажу несколько слов о боли, связанной с дискинезией сфинктера Одди. Если вы вспомните анатомию, и наверняка многие уже рассматривали такие картинки, анатомические тем не менее. Вот у нас желчный пузырь, из него выходит пузырный проток. Вот в месте выхода пузырного протока из желчного пузыря расположен специальный сфинктер, сфинктер Людкинса, который контролирует сократительную активность именно в этой части желчеводящих путей. Далее пузырный проток соединяется с печеночным протоком, и в этом месте появляется еще один сфинктер, сфинктер Мирицы, который также регулирует сократительную способность желчевыводящих путей. Ну и в месте выхода общего желчного протока, то есть пузырные печеночные протоки сливаются в общий желчный проток, вот в этом месте выхода как раз и находится сфинктер Одди в месте выхода общего желчного протока в 12-перстную кишку. Он самый сложный из всех сфинктеров, и поэтому действительно вот его состояние, все возможные варианты нарушения его деятельности и будут давать такие вот выраженные проявления боли в животе. Но поскольку сфинктер Одди очень сложный, у него есть и билярная часть, у него есть и панкреатическая часть, то есть та, которая отвечает в том числе и за работу поджелудочной железы, вот здесь боли могут быть абсолютно разные. Если страдает, например, и спазм в большей степени билярной части сфинктера Одди, тогда жалобы будут как типичная билярная боль, но, например, при обследовании, вы увидите повышение печеночных ферментов АЛТ и АСТ. А если же типичная билярная боль связана с дискенезией желчного пузыря, никаких отклонений в биохимическом анализе крови вы не увидите. Если же страдает панкреатическая часть сфинктера Одди, то тогда, в принципе, боли характерны для болей при хроническом панкреатите. Это могут быть такие приступообразные боли. Боли могут иррадиировать в спину. Но в этой ситуации при биохимическом анализе крови мы видим повышение амилазы или пазы. Очень сложно зачастую, увидев впервые пациента, даже если вы принесете врачу эти анализы, сразу же поставить данный диагноз. Все равно необходимо до обследования, а именно инструментальные методы обследования. Какие же инструментальные методы обследования помогут разобраться, есть или нет дискенезия желчеводящих путей и с какими нарушениями она связана? Самый доступный метод, и вы его прекрасно знаете, это ультразвуковая диагностика. Безусловно, по УЗИ врач может описать изменения в форме желчного пузыря. Хотя на самом деле, если вам описывают деформацию желчного пузыря, какие-то загибы, перегибы, это не является значимой проблемой для формирования дискенезии. Миллионы людей живут с какими-то анатомическими особенностями желчного пузыря, и у них не бывает никаких болей. Но если все-таки у вас есть какая-то генетическая предрасположенность к этому заболеванию, то, конечно, изменение формы пузыря, особенно если они фиксированные, пузырь не выпрямляется, не изменяет свою форму при перемене положения тела, да, это, наверное, такой будет дополнительный фактор. Что еще может увидеть врач ультразвуковой диагностики при УЗИ? Конечно же, есть или нет конкременты, есть или нет какой-то билярный слаж, какие-то сгустки, которые тоже нередко появляются при дискенезиях желчевыводящих путей, и в частности при дискенезии желчного пузыря. Ну и, конечно же, изменение ширины протоков. Тоже очень важно это учитывать, для того, чтобы понять, а в чем причина. И косвенно может охарактеризовать, есть или нет какие-то изменения в поджелудочной железе. Ну и, конечно же, если присутствуют значимые изменения, характерные именно для панкреатита, например, кальцификаты, какие-то кисты и так далее, да, конечно, здесь уже будет речь идти о заболевании, о хроническом панкреатите, и спазм сфинктера ОДИ нередко сопровождает это заболевание. Поэтому непростая диагностика, но, тем не менее, выполнить ее можно. Для того, чтобы убедиться, а как функционирует желчный пузырь, есть также дополнительная методика. Она называется ультразвуковая холецистография или динамическая эхохолецистография. Ее используют не во всех лечебных учреждениях, но, тем не менее, данный метод позволяет все-таки определить сократимость желчного пузыря, оценить фракцию выброса, фракцию опорожнения желчного пузыря и косвенно уже судить, а какая, собственно, моторика у органа. Но здесь есть одно «но». К великому сожалению, в разных лечебных учреждениях используются абсолютно разные стимуляторы сократительности желчного пузыря. Где-то говорят вам «съешьте банан», где-то говорят «съешьте бутерброд со сливочным маслом» и так далее. То есть, если использовать абсолютно разные стимуляторы, невозможно получить точную диагностику сократимости желчного пузыря. И на сегодняшний день идеальным стимулятором является препарат «Сорбитол». Вот если он используется вот как раз при УЗИД, методе холецистографии, в диагностике сократимости или фракции опорожнения желчного пузыря, вот тогда действительно мы можем получить более или менее достоверные данные. У нас есть нормальное значение оценки фракции выброса. То есть, вы приходите, делаете УЗИ на голодный желудок, вам дают стимулятор выпить, разведенный в водичке, и через 30-40 минут врач оценивает сократимость желчного пузыря и фракцию его выброса. Так вот, 50-80% это нормальное значение. Соответственно, все, что ниже, это гипотонус желчного пузыря, и выше, это уже такой гипертонус желчного пузыря. Ну и не могу не сказать о том, что все-таки участие пациентов в дискинезе желчеводящих путей может влиять в том числе косвенно. Это не прямая причина. Может влиять и, конечно же, на формирование стула, и в частности на развитие запоров. Потому что, если нерегулярно происходит опорожнение, то, безусловно, здесь есть все предпосылки для формирования запоров у человека. Но, опять же, повторюсь, не у всех, и это не прямая причина. Если вообще, в принципе, говорить о причинах, которые способствуют дискинезе желчеводящих путей, то здесь причин немало. И, повторюсь, это генетическая предрасположенность. Это могут быть какие-то инфекционные, паразитарные заболевания. Например, вы перенесли ранее лемблиоз. И здесь, конечно, нередко после такого инфекционного заболевания может возникать дискинезе желчеводящих путей. Если принимаются гормональные препараты, например, женщины, которые влияют на моторику желчеводящих путей. То есть все эти факторы нужно учитывать. И, конечно же, безусловно, при обращении к врачу необходимо рассказать. Но диетические погрешности тоже могут вносить значимый вклад. Следовательно, как мы будем помогать самому себе, и какие есть подходы в плане лечения дискинезии желчеводящих путей. Конечно же, это диетические рекомендации. То есть все продукторы, которые очень активно стимулируют желчный пузырь, очень активно влияют на работу и усиливают вот эти бильярдные боли, усиливают спазм, конечно, должны быть исключены из диеты. Но что принципиально при диете, когда у вас установлен диагноз дискинезии желчеводящих путей? Частое дробное питание. То есть это может быть 5-6 раз в день, но обязательно малыми порциями. Вы исключаете все продукты, которые активно стимулируют. Это жареная, жирная пища. Жирная пища очень активно может стимулировать. Но опять же, если говорить о пользе жиров, то, конечно, полиненасыщенные жирные кислоты здесь будут в приоритете. Поэтому не все жирные продукты мы исключаем, а только насыщенные жиры. Конечно же, это острая пища. А вот, например, мучное, сладкое, очень часто спрашивают про мед. Несколько тормозит работу желчного пузыря. Поэтому, конечно, в зависимости от того, на каком этапе вы находитесь, то есть у вас есть боли, да, здесь и сейчас, тогда у вас достаточно строгая диета, согласно вот столу 5-5p, который у нас ранее мы назначали. Сейчас мы, к сожалению, не пользуемся этими столами. Мы говорим об общих предпочтениях в диете. Ну и можно сказать о пользе и минеральной воды. Да, у нас есть достаточно большой спектр минеральной воды. Лучше, чтобы она была не газированная, в подогретом виде, до 3-4 раз в день, небольшими порциями. Также будет помогать оборожнять своевременно пузырь и не вызывать усиление болевого синдрома. Если говорить о препаратах, то среди всех препаратов, которые у нас есть на рынке и влияющих на оккупирование боли в животе, предпочтительнее все-таки группа спазмолитиков. Что это за препараты? Это препараты, которые как раз и будут купировать тот самый спазм, появившийся при нарушениях моторики, ну и как следствие вызвавший уже боль. Среди спазмолитиков вы прекрасно знаете и достаточно широко они используются. Это дротоверин, ножпа, это миотропные спазмолитики, мебиверин. Вот чаще всего мы используем именно эту группу препаратов. Например, дюспаталин, спарекс, неоспам и так далее. То есть спазмолитики в этом отношении действительно помощники. Можно пойти и попросить рекомендацию у фармацевта-провизора в аптеке для начального этапа оккупирования боли, пока вы еще не попали к врачу. Но в любом случае обязательно необходимо обратиться к врачу для того, чтобы пройти своевременную диагностику и уже возможно подобрать, откорректировать ту терапию, которую вы начали. Про кинетики это те препараты, которые влияют на моторику верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. И они в принципе малоэффективны в лечении именно дискинезии желчевыводящих путей. Очень часто меня спрашивают пациенты, а нужно ли принимать препараты урсодезоксихолевой кислоты при дискинезии желчевыводящих путей. С одной стороны я скажу, что да, безусловно. Почему? Потому что препараты урсодезоксихолевой кислоты способны, во-первых, снижать литогенность желчи, то есть вот тот застой, тот билярный сладж, который может появляться, как одна из причин в дальнейшем развитии дискинезии желчеводящих путей, либо при дискинезии желчеводящих путей появляется как раз за счет нарушения моторики вот такие сгустки в желчном пузыре. Кроме того, урсодезоксихолевая кислота может оказывать и противовоспалительное действие и опосредованно влиять и на моторику и секрецию желчи. Поэтому, конечно, безусловно, некоторым врач назначит в том числе и препараты урсодезоксихолевой кислоты. Таким образом, дискинезия желчеводящих путей с одной стороны казалось бы достаточно простой диагноз, а с другой стороны этот диагноз требует в любом случае детального обследования для того, чтобы определиться с дальнейшей тактикой ведения. Кому-то будет достаточно и одного препарата, кому-то будет достаточно просто диеты, но бывают ситуации, когда необходим комплексный подход. Ну и в заключении я хотела бы еще также сказать, что для пациентов с дискинезией желчеводящих путей мы достаточно часто рекомендуем и санаторно-курортное лечение, которое, во-первых, позволяет расслабиться, адаптировать нормальное питание, то есть и по составу, и по режиму питания. Ну и, конечно же, безусловно, при необходимости какие-то процедуры общего плана для того, чтобы стабилизировать общее состояние и косвенно нормализовать моторику желчеводящих путей. Благодарю за внимание.